Локомотив Поэтому техническую зону у хозяев амкаровцы пробегали. Точно такой же легкой пробежкой отмечались игроки обоих клубов на поле. Первый тайм смело можно охарактеризовать как очень скучный. Чтобы хоть как-то развеселиться, болельщики устроили танцы народов мира прямо на трибуне. Вот и весь первый тайм. В перерыве Муслин идет на усиление атаки и выпускает новичка Асельдарова вместо Евсеева. Естественно, в обороне появляются свободные зоны, и гости могут вздохнуть посвободнее и понаглее. Во-первых, теперь техническую зону соперника можно проходить не спеша. А во-вторых, за любой промах игроки Амкара тут же подвергались обструкции со стороны тренера. Если же мяч попадал в створ в ворот, но не в сетку, игроки уже без тренерского окрика огорчались сами. Я был очень расстроен, потому что судя по полету мяча, мне казалось, что он опускает все-таки в ворот. К сожалению, пол перегладиной вылетел. Честно, разочарование. Муслин тем временем продолжает усиливать атаку, естественно, ослабляя защиту. В этой ситуации выиграли только гости. На один опасный удар локомотива Амкар отвечал еще острее и не один раз. Начали ошибаться хозяева. Спахич просто дарит мяч в простой ситуации. И Якупович заслуживает порцию аплодисментов, которые в конце встречи превратились в овации. Голкипер творил, отбивая одиночные удары и дуплеты. За минуту до конца основного времени лока остается в меньшинстве. Спахич не согласен с мнением судей, доказывает резервному арбитру, а затем и нам. В последние минут 15 на поле чаще стали появляться врачи и машины медпомощи. В итоге Амкар потерял Сиракова у защитника сотрясения мозга. Кстати, гости чаще оказывались на траве и при возможности старались сами задержаться. Можно говорить, что немножко сушили сегодня игру? Ну, я бы не сказал. Игра была с моментами и в ту и в другую сторону.